Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Мы традиционно обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. Сегодняшняя тема звучит так. Неделя на фондовых рынках. Прогнозы и события. Сегодня у меня в гостях... Кто прогнозы дает, Лен? Леш, кто прогнозы дает? Аналитики. Как они называются, эти люди? Прогнозисты. Прогнозисты. Сегодня у меня в гостях известные прогнозисты. Прогнозеры. Итак, сегодня у меня в гостях аналитики, конечно же. Это Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра. Добрый вечер, Лена. Добрый. И Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций... Прости, еще раз. Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций Life Capital Pro Business Bank. Добрый вечер, Леш. Добрый. Со второго раза получилось. Как настроение, во-первых? Боевое. Боевое. Жара. Какое настроение, Лен? Спокойное. Спокойное, да. Близкое к расслабленному, я бы сказал. Почему-то, мне кажется, все то же самое происходит и на фондовых рынках. Кстати, давайте посмотрим. Американцы открылись. Самое время сделать беглый обзор. Итак, ситуация выглядит следующий. Ну, если говорить об индексах, все красненькое, красненькое, все такое, красненькое. Значит, Dow Jones, S&P 500, чуть выше полпроцента. Наши ребята закрываются, да, в пределах одного, РТС минус 0,9 десятых на текущий момент, МВБ минус 0,4. Вот, я так понимаю, да, никакая же динамика тут у нас не прибавится. Что еще посмотреть? Фуции также минус 0,7. В общем, все такое вялотекущее, да, как у Лены выразился. Спокойное, все спокойное такое. Бренд и Лайтсвит. Ну, бренд 98,15, да, прибавляет от пятничной закрытия 0,3 процента. Практически тоже ничего. Золото 15,8585 за унцию, да, чуть больше 0,4 процента. Евро-доллар сегодня топчется тоже на минимумах пятница, 1,2286 текущая котировка. В общем, практически все без изменений. Основной набор наших голубых фишек, ну, так разнонаправленно выглядит, хотя это обман на самом деле, потому что все в пределах, там, 2-3 десятых, либо сверху, либо снизу. Единственное, Русгидр, вот я смотрю, сейчас 2,5 процента сделал сегодня. С чего бы это? Ну, да ладно. Итак, еще раз возвращаемся. Я прочту, с вашего позволения, вновь неделю на фоне прогнозы и события. Ну, наверное, с событий начнем, Лен. Как угодно. Мне нравится. С чего бы ни начали, да, все равно. Итак, начнем с событий. Давайте мы сначала поговорим о событиях прошлой недели, потому что там были все-таки яркие события, и неделя закрывалась достаточно ярко тоже. И о событиях ожидаемых, их, по-моему, не так много, да, Лена? Ну, прежде всего, ожидается это сезон отчетностей. У нас сегодня Алькоу ее запускает. Десятый, да, девятый час. И интересно то, что отчетности ожидаются в основном негативные по отношению к предыдущему периоду, к предыдущему полугодию. Вот и посмотрим, насколько эти негативные прогнозы оправдываются. А если связывать это с тем, что было на прошлой неделе, то нас три крупных мировых центральных банка подтвердили, как все плохо в мировой экономике. То есть, фактически, они в этом расписались окончательно. Прежде всего, Европейский центральный банк сказал, что он предпринял последний шаг для того, чтобы здесь что-то получилось хорошо, чтобы как-то скрепить эту систему, как-то заставить внутренние банки, наконец, работать между собой, а не нести деньги в экономику. Лена, извини, пожалуйста, у меня такое было ощущение вообще, да, что вот снижение процентной ставки и последующее выступление, господин Драги, оно как оправдание какое-то было, да, то есть, типа, вы наезжаете нас все время, потому что мы ничего не делаем. Вот вам, я сейчас даже ставку снизу. Драги оправдывался тем, что он никак с банком Англии и с банком Китая не согласовывал. Да, 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 хотя все буквально, да, в один, в одно мгновение. Бах, продолжайте. Ну, Китай у нас был основным сюрпризом. То есть, от Англии и от ЕЦБ все ждали, от Китая как-то вот тоже ждали, но не ждали, что это вот так все вместе и сразу. Ну, в общем, все плохо, все ждут плохих макроэкономических данных по штатам, и я думаю, что на этом фоне плохом все будут очень радостно ждать ФРС. Вот, я думаю, что до этого момента ничего интересного мы не увидим. Леша? Ну, на прошлой неделе мы видели совершение тех событий, то есть, ожидания оправдались, да, то есть, очередные пассии были сделаны, очередные попытки оздоровления, смягчения и так далее, и так далее. Вследствие этого, если говорить о российском рынке, тестирование 1450 даже были чуть выше. Это при начале недели, да? Да, первую половину, что было на той неделе, тестирование, но не удержались, так сказать, что, в общем, тоже естественно, взмах флажком при достижении 1450, фиксация. Мы откатываемся вот сейчас, как упоминалось, 1407 ММВБ, то есть, практически 1400, я думаю, что, может быть, цель коррекции чуть пониже, могут показать и 1380, и 1390, и пока все это будет в рамках вот, как бы, такого текущего, восходящего все-таки канала. Если ниже пойдем, если ближайшие дни Медведям удастся продавить куда-то и ниже, значит, тогда уже ситуация будет более неприятная. Но, в целом, так сказать, июль месяц, и элементы летней торговли, конечно, сказываются. То есть, активности на всю сессию не хватает. Даже сейчас это видно уже, да? Да, что-то происходит при открытии, затем, когда открывается Европа, когда просыпаются ранние штаты, да, то есть, это где-то ближе к трем часам дня, когда у них начинается предпримаркет штатовский. И вот последние где-то там полтора-два часа торгов в конце торговой сессии МВБ пытаются что-то сделать. То есть, и поэтому тенденция, она не всегда сохраняется, да, она как бы размазывается. Более того, в обедные часы, вот сейчас у до трех очень часто внутри дневная бывает такое движение против основной тенденции, да, то есть, если день растущий, обязательно попробуй залить, если день, так сказать, падающий, обязательно вот сегодня, в принципе, день так на снижение, а тем не менее, вот в обед пытались, так сказать, выдернуть. Ну, это крупняк какой-то? Да нет, это все спекулянты, спекулянты, да, и все это происходит, я думаю, на российских деньгах, да, то есть, посмотреть официальную статистику, даже продолжается как бы небольшой отток из фондов, которые инвестируют в Россию, и притока большого нет. То есть, что еще было интересного на прошлой неделе, да, как бы начался новый квартал, он начался покупками в таких, в индексообразующих бумагах, прежде всего, это был Сбербанк, но также больших покупателей, я лично заметил, в таких бумагах, как Лукойл, время от времени Сургут-Прев, время от времени Роснефть, и заходили эти деньги явно не на один день, явно не на один день, да, как только прекратилась активная покупка, тут же, так сказать, естественно, спекулянты произвели коррекцию. Теперь необходима подпитка более существенная как-то со стороны, наверное, западных средств. Когда мы ее дождемся, вопрос, может быть, до конца июля и не дождемся, потому что вот те меры, которые были приняты европейскими банками, европейской комиссией, те механизмы, которые были согласованы, они начинают работать не сразу, да, как бы маховик раскручивается довольно медленно, и есть уже какие-то даже шпильки отдельные, одна страна там Финляндии с этим не согласна, другая там страна с этим не согласна, то есть европейская демократия, так сказать, театр нам раздвинули, раздвинули занавес и наблюдаем этот спектакль. Вот такая ситуация. Эту неделю, в принципе, многие прогнозировали как коррективную, пока что прогноз оправдывается, да, то есть вот мы хотя бы чуть-чуть, но обновили минимум пятничный, который там был у нас, по-моему, 1408 или в четверг там был пока, но сейчас вот чуть ниже. Вот, но по поводу серьезного развития коррекции посмотрим, да, то есть уровни есть, близкие уровни есть, а для более серьезного движения какие-то нужны и более серьезные поводы. Согласен. Ну вот в таком случае, Лен, по поводу поводов, да, по поводу поводов, о поводах, если говорить, ну, ты упомянул неожиданно озвученную снижение ставки, да, Банком Китая в прошлый четверг. Неожиданно ни для кого, и в планах-то не было этого. Они заявляли о том, что они будут предпринимать меры какие-то, меры по стимуляции, но... Я некорректно сказал, именно, да, что в четверг они... Да, никто не знал о том, что это будет именно в этот момент. И была мысль такая, что они как бы на упреждение идут, ведь у нас в пятницу ВВП за второй квартал они нам будут рисовать. Ну, они нарисуют так, как надо, то есть, говорить, вот реакция на данные из Китая, на самом деле, это абсолютно может быть какая угодно. Здесь то, что меня сейчас больше интересует, вот что могло быть поводом для вот такого пролома поддержки, да, вот мне поддержка нравится в районе 1410-1410 по МВБ, вот такой диапазон. Если бы в этом диапазоне как-то смогли консолидироваться, я думаю, что смогли бы дальше попробовать и отрасти, и попробовать сопротивление там 1450, которое мы видели. Что может быть проломом, на самом деле, это цены на нефть, это раз. И, как ни странно, обратная абсолютная ситуация – это укрепление рубля. Это странно, но мы уже видели много раз, что под укрепление рубля отток капитала начинает увеличиваться, плюс сильно увеличиваются ставки на межбанке, и, видимо, часть игроков просто уходит с рынка ценных бумаг под укрепление рубля. Поэтому, если вот ЦБ сможет удерживать рубль вот где-то в этом диапазоне 32-33, то на нашей рынок это уже не повлияет. То есть, вот будет такая ситуация стабильная. Пока мы видим, да, диапазон от среднесрочных 32-33. Третью неделю уже. Для тех, у кого доллары в кармане, пока все хорошо. Если будет какой-то там попытка укрепить рубль в очередной раз, но мы снова увидим, наверное, ставки на межбанке там под 6, выше 6, то, и, скорее всего, следующее, что мы увидим, это будет новая волна оттока капитала. То есть, в марте мы видели именно эту картину. Я хочу вернуться, тем не менее, к четвергу, когда мы, ну, еще раз говорю, неожиданно не для, не с точки зрения макроэкономики, а неожиданно с точки зрения события самого, да, что Китай объявляет о снижении процентной ставки и в момент риск-то вырос, ну, как минимум краткосрочной. А потом, видимо, преобладала вот эта история с ЕЦБ, я так понимаю, негатив оттуда пошел, да, Драги начал оправдываться, и это быстренько все дело снивелировали. Ну, предположим, вот ВВП там ожидаемые хуже, да, там, что-то, 7,7, по-моему, 7,6 ждут, да, вместо 8,3. Я имею в виду вот сейчас, в пятницу. Ну, там с Китаем все очень сложно, там надо будет смотреть, насколько вырастет ситуация по недвижимости, это раз, во-вторых, по потребительскому календетованию. То есть, там ВВП уже, то есть, от ВВП Китая уже все понимают, что там будет цифра плохая. То есть, 8% по итогам года уже никто не ждет, поэтому любая цифра ниже 8, она в любом случае будет, ну, относительно негативной, но не катастрофичной. В том плане, что рынок уже... Все уже готовы, да, то есть, 7,7 цифру уже все озвучили. А какая должна быть цифра, Леш, чтобы мы увидели реакцию? Ну, про цифры я не скажу, я могу сказать вот, что, значит, несмотря на все действия монетарных китайских властей, к сожалению, если посмотреть на фондовый индекс китайский, он находится в Медвежьей области, да, то есть, он плотно засел ниже 200-дневной средней, и была попытка выскочить наверх, она неудачная. Поэтому, я думаю, что, может быть, им придется что-то еще предпринимать. Пока не удается переломить тенденцию на фондовом рынке китайском, там, по большому счету, идет понижательный тренд. И он не сломлен, и он не сломлен. Ну вот, при его сломе, конечно, будет дополнительный импульс и для наших бумаг. Пока не удается. Спасибо огромное. Об этом поговорим чуть позже, не через паузу. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем ситуацию на отечественном фондовом рынке. Сегодня в гостях Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра и Алексей Трюняев, начальник отдела брокерских операций «Лайф Капитал» про Бизнес Банк. Еще раз добрый вечер, коллеги. Нашим уважаемым слушателям, я хочу напомнить, я не сделал это в первой части программы, но я думаю, они это прекрасно знают. Они могут позвонить нам, да, уважаемые слушатели, вы можете позвонить и задать вопрос моим гостям по телефону в студии 6510996, либо свой вопрос задать на сайте финам.фм. И, собственно, давайте мы с этих вопросов и начнем, потому что они у нас уже поступают. Так, вопрос от Егора Пантюхина. Кстати, опять в рамках того, о чем мы только что говорили, вопрос лаконичный. ВВП Китая повлияет на пару евро-доллар? Смотря сколько будет по цифрам. Во-вторых, нет, скорее нет, потому что пара евро-доллар сейчас очень накачана ликвидностью со стороны евро. Хорошо, замечательно идет на свой очередной минимум. А на какой, Лена? Ну, мне бы хотелось увидеть на самом деле 1,21. То есть вот это было бы хорошо. Там техническая цель, так и просматривать. То есть глобально было бы хорошо и 1,19, но пока 1,21. И вот где-то коридор 1,21, 1,24, я думаю, что вполне бы всех устроил. И Штаты, и Европу. На какой период? На полгода, может быть. До декабря? Я думаю, что да. Вот вполне бы всех устроил где-то колебания в этом диапазоне. Что будет дальше, пока сложно сказать. Я не исключаю каких-то более низких уровней, но я думаю, что пока будут стараться удерживать. Леша, ты как честналь? Ну, я вот по технике смотрел 1,20, ну там может быть 1,21 я просто глянул. Мне тоже, на самом деле, я думал, ты как девочка скажешь 1,20. Это такая красивая цифра. Нет, вот красиво как раз мне не нравится. Не нравится красиво. Ну, это ближайший как бы технический уровень, да, и интересно, что будет происходить потом, да. Есть мнение, что могут и пробить, то посмотрим, поживем, увидим. Пока вот последние несколько свечек черные по евро, поэтому... Дивных ты имеешь? Да. Опять техника говорит, что как красиво не бывает. Бывает либо чуть выше, чуть ниже, поэтому если пробиваем 1,20... Ну, фигурка, да, туда, фигура, туда, это нет. То есть, ответ, тем не менее, Егору, да, в Китае не повлияет на пару долларов. Ну, с большей вероятностью нет. Или как минимум, если не будет, да, существенной разницы, вот не выйдет. Ну, да, если сюрпризов не будет. Сумасшедшая какая-нибудь цифра не выйдет, потому что там все, все тогда будет шевелиться. Евро-доллар в том числе никуда ему и деться. Ну, что ж, я вновь хочу обратить моих гостей на вопросы. Давайте, у нас есть системный вопрос, я говорил в паузе. Он, сейчас я вам даже скажу, он состоит из четырех подпунктов. Пробозон Хиггса. Да-да-да, примерно так. Пробозон Хиггса. Я так думаю, вообще, это на неделю хватит передачу писать, отвечая на каждый подпункт. Ну, попытаемся в одной передаче. Итак, вступление, да, такая, как это, фабула. Это Олег, кстати, мой тезка из Москвы. Фабула. Извечный вопрос. Как сохранить свои сбережения, а может и чуть-чуть их приумножить? Ну, Олег, видимо, склоняется в сторону инвестиционной деятельности. Мои сбережения, говорит он, находятся половина на депозите, половина в пифах. Барабанная дробь. За последние полтора года доходность пифов составила 16%. Отнимаем от них налог и зарплату управляющих. И получаем доходность, сопоставимую с банком депозитом. Заплатили налогу доходность пифа. А, и тут я такой не своего пифа, да, и не собственного дохода. А в целом он же 16%. Понятно. Стараюсь следить за рынком в силу своего понимания. И меняю паи в зависимости от ситуации. Ну, он еще активно в пифах-то оказывается. Нахожусь либо в фонде акций, голубые фишки, либо в фонде облигаций. Но проблема в том, что обмен паями остается в течение трех суток. И это очень неоперативно. И за эти трое суток много чего успевает измениться. Отсюда вопросы. Отсюда вопросы. Ну, это вот вступление было. Вопрос первый. Имея на руках 300 тысяч рублей, куда их можно инвестировать? Для доверительного управления не годится, слишком мало. Ну, я так понимаю, да, управляющая компания не возьмет за эту сумму. Брокерский счет. Страшно от нехватки знаний. Остаются пифы и депозиты. Лена. Ну, я категорически не согласна. Давай, подспорим, в конце концов. По поводу депозитов, да. То есть, если человек боится рисковать, то депозиты все-таки. Что касается пифов, то... Подожди, а с чем ты споришь сейчас? Я не понимаю. Я спорю по поводу того, что... По поводу акций, вот вложения в брокерский счет и вложения в пифы. Я вот с этим хочу спорить. Так, давай. То есть, как бы, какая разница покупать акции самому, те же голубые фишки, да? Их не так много, чтобы там что-то знать, ну, чтобы иметь какие-то представления. Либо больше рисковать и вкладывать в пифы, когда вы получаете закрытую, в общем-то, структуру. Вы не всегда знаете, что лежит в этих пифах на определенный период времени. Терять на комиссиях, терять вот на этих переводах из одного в другое, да? И вы не понимаете о том, как происходит процесс управления. Плюс это то, с чем погорели практически все пифы в 2008 году. У нас есть норма ФСФР, которая не дает фондам уйти надолго в стопроцентный кэш. Конечно, да. Такой возможности просто... Ну и вообще у них активность ограничена достаточно. Активность ограничена. То есть, это ограничено по одной бумаге, ограничено по общему составу бумаг в портфеле. Если это фонд акций, то 50% бумаг они обязаны там иметь. Если выйти, то очень на короткий срок. Поэтому, если, на мой взгляд, проще почитать какие-то источники, найти те бумаги, которые больше нравятся. Я повторюсь, где голубых фишек, если там инвестор вкладывает именно в пифы голубых фишек. Голубых фишек не так много. Открыть брокерский счет на небольшую сумму и все-таки попытаться вложиться. Ну 300 тысяч это приличные деньги, брокерский счет нормально. Для брокерского счета это приличные деньги. И плюс к тому же, если человек сравнивает именно с депозитом, то можно положить там на год и держать. То есть не пытаться спекулировать. Потому что там он потеряет. Не получится, конечно. И не получится. Найти хорошие бумаги, попытаться вкладывать. Либо все-таки уйти на депозит полностью. То есть я, если позволишь, попытаюсь подрезюмировать твою позицию. Ты рассматриваешь, тем не менее, активные торговли. Это брокерский счет надо открывать. Просто самому без пифов. Да, без всяких пифов, конечно. Здесь вот единственное, что Олег пишет, что ему страшно связываться с брокерским счетом от нехватки знаний. Ну это же вещь поправимая, правильно? Здесь можно ответить, что за последнее время практически все наиболее крупные, наиболее активные брокеры на фондовом рынке, во-первых, проводят обучение, так называемые курсы начинающих. То есть вот та проблема, которая озвучена, как раз ей и посвящено вот это обучение. Так или иначе, оно по-разному может быть выстроено у разных брокеров. То есть людям пытаются помочь для того, чтобы сформировать какой-то свой собственный начальный портфель. И не платить дополнительную комиссию, не нести дополнительные издержки за пассивное управление. Что касается пифов, понимаете, я бы сказал так. Как вот у нас в России сервис, многие жалуются, что вот как бы дороже, чем выше, чем за рубежом. Автосервис? Нет, сервис, ну вот туристический, то есть отдых дороже. Да, в ответ, когда жалуемся там представителям этих гостиниц и так далее, они говорят, ну зато мы все за вас там думаем, все за вас делаем. То есть если вы хотите, чтобы полностью за вас все думали, делали, это вам будет дорого обходиться. Вот на примере пифов это очень хорошо, кстати, видно, да, доходность, она и так как бы не слишком высокая. А комиссия и налоги съедают большую часть. Я вспомнил мультик, помнишь, был, он называется, в общем, там парень говорит, двое из ларца одинаково с лица, он говорит, да, вы заменяете? Ну что же, у меня и есть будете, конечно. Да, конечно. Нет, ну вот к сожалению, да, к сожалению, сложилась такая ситуация, конечно, для развития пифов в России это плохо, но доходность достаточно низкая, и в том числе она объективно невысокая, да, в силу ряда вот ограничений нормативных, плюс еще и издержки, да, то есть людям же надо как-то окупать. Свой бизнес, да, соответственно, какие-то издержки накладывать на клиентов. Бояться тут не нужно, если начать хотя бы даже с двух-трех каких-то голубых фишек, в общем, нет никаких тут особых секретов и никакого такого шаманства, например, такие бумаги, как там Сургут привилегированный, Сбербанк, там обыкновенный Прев, Роснефть, Лукойл, да, то есть они известны, и можно посмотреть их график всегда, почитать аналитические мнения, есть аналитика, есть оценки в конце концов. Бояться точно не надо. Надо бояться платить лишние издержки ни за что, вот надо чего бояться. Либо действительно, я согласен, либо если так не хочется связываться с фондовым рынком, тогда полностью уйти в депозиты, но, наверное, не стоит держать депозит в какой-то одной валюте, хотя бы две, то есть может быть рубль и доллар, или доллар там и что-то еще какая-то валюта, то есть не в одной, если полностью в депозит. Ну, в любом случае, ответ на этот вопрос мои гости озвучили, я так понимаю, что позиции у вас примерно одинаковые, да, пассивное инвестирование все-таки, пифы, да, в качестве инструмента мы не рассматриваем, ну, по ряду причин, есть банковский депозит, в конце концов, этого достаточно. А тем не менее, если вы настроены инвестировать активно, то ничего страшного, бояться не надо, да, по крайней мере, отсутствие знаний компенсируется, да, обучением, любая брокерская компания это обучение предлагает. 300 тысяч – это приличные деньги, чтобы сформировать первоначальный капитал, ну, и активно работать на рынке, я думаю. Хорошо, вторая часть вопроса, его же, Олега. Предположим, решился открыть брокерский счет, вон, все-таки он на это вышел. Могу ли я рассчитывать на первоначальную помощь в формировании портфеля и помощь в расчете стопов, опа, оказывается, словаки и знают. Или брокер готов только за отдельную плату научить меня пользоваться торговым терминалом и пустить в свободное плавание? Ну, если по поводу терминала, то обычно большинство брокерских компаний, они как раз бесплатно это делают, то есть, ну, задача… И обучают, да, и предоставляют. Да, предоставить терминал, объяснить, как этим пользоваться. Многие компании предоставляют там и модельные портфели, и инвестиционные портфели, когда просто делается для клиента определенная модель, которая прозрачно, открытая, которая показывает, ну, допустим, некий теоретический портфель, где показывается, как это все происходит, что по мнению компании лучше, что по мнению компании хуже. Также предоставляется аналитика, это либо бесплатно, либо за очень небольшую там доплату какие-то, можно, там, клиент может отдельно поработать с аналитиком, да. Большинство это делает, и, то есть, в этом нет ничего страшного. Что касается там позиции стоп-лосс, то здесь тоже обычно компании могут многие указывать, но для начинающего инвестора, кто с этим не сталкивался, я бы просто не рекомендовала работать, например, с плечом, там, где нужно именно вот стоп-лосс, да. А для долгосрочного инвестирования на свои деньги я бы рекомендовала работать без каких-то серьезных стопов, потому что без активных операций, то есть, там, интродэй, например, когда можно именно инвестировать, вложить, через какое-то время, там, получить какую-то цель, уйти. Здесь тоже и анализ всегда есть, и какие-то модели, у большинства компаний тоже, они всегда присутствуют. Ну, Илеш, ну, в любом случае, да, если даже говорить о стопов, как правило, в курсе, обычно эти курсы называются начинающий или начинающий инвестор, у разных брокеров по-разному, как правило, упоминается, да, что такое стоп-лосс, что такое стоп-лосс. То есть, информация, по крайней мере, у ведущих брокеров точно нет. То есть, речь о том, да, что брокер, предоставляющий некие услуги, обучающий, да, он видит вас не просто возможность заработать еще на этом. Я бы сказал так, вот, и не только для нашего уважаемого радиослушателя, который задал вопрос, но и для тех, может быть, кто не успел это сделать, но такие же вопросы есть, в голове крутятся. То есть, было бы желание, да, если желание есть, эту информацию получить, ее получить можно. Она не является закрытой, а получите ее, получите, может быть, даже больше, чем вы сможете сначала переварить. Не надо бояться, нужно как-то все это у себя систематизировать, да, то есть, это можно сделать. Вот, слава богу, что сейчас вот ситуация, на мой взгляд, с этим, она лучше, чем даже, вот, скажем, до кризиса была. Здесь есть определенные... С этим ты имеешься с обучением. С обучением, да, с обучением работы вот с начинающими инвесторами. Ну, а потом большинство все-таки брокерских компаний, они, вот, как говорят, юзер-френдли, да, потому что никто не заинтересован в том, чтобы клиент ушел, пришел, проиграл и ушел. Да, да, об этом речь-то, конечно. В общем, компании интересно, чтобы он как раз работал долго и счастливо, потому что от этого будет долго и счастливо жить компания, да, поэтому, естественно, все. Такая, ведь брокер-посредник, он получает комиссию, и чем больше и успешнее вы в рынке, тем больше вы заплатите ему комиссию. Логика здесь железная, никто не рассматривает вас в качестве пушечного мяса, по крайней мере, если речь идет действительно о компаниях, которые достойно занимают позицию на этом рынке. Об этом чуть позже, давайте послушаем новости. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, и тема наша традиционно, что же происходит на финансовых площадках, на любимом отечественном фондовом рынке, ну и не менее любимых рынках зарубежных. Сегодня в гостях Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра, и Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайв Капитал» про Бизнес Банк. Кстати, мы уже начали так достаточно подробно говорить о неких перспективах нашего рынка, да, и, что называется, с названием имен и фамилий, да, имеется в виду, с названием величины диапазона конкретных котировок. Единственное, что, да, сейчас я, прошу прощения, отвлекусь, у нас продолжают поступать вопросы, значит, мы с вами прервали предыдущую, сейчас я найду его, да, предыдущую часть программы мы прервали, отвечая на вопросы Олега из Москвы, ну, четыре подпункта, два мы обсудили, и, собственно, третий, наверное, тоже особо обсуждать не стоит, значит, вопрос такой, если возможно, то расскажите, что там представляют брокерские курсы. Ну, в двух словах мы об этом рассказали, да, основная задача это научить вас жить в рынке, и чтобы вы, естественно, не слились в первые, в первые. Это цикл занятий, там, от, там, трех, не знаю, до пяти, у некоторых, может быть, больше, будет рассказано о том, что из себя представляет рынок, да, так сказать, основные субъекты, игроки на этом рынке, какой инструментарий можно использовать, из этого инструментария, так сказать, что-то более простое, что-то более сложное, что такое фундаментальный анализ, что такое технический анализ, да, как, так сказать, пытаться плавать в этом море и не напороться на айсберг, чтобы акула, так сказать, не схватила и так далее, и так далее. То есть есть курсы начинающие, да, у многих брокеров есть дальнейшие курсы продвинутые, когда люди уже интересуются и алгоритмической торговлей, и более глубоким изучением технического анализа, какими-то фундаментальными вещами. Это более-менее понятно. Я прошу прощения, вопрос интересный поступил от Юрия. Ну такой мне показался с подковыкой. Читаю. Уважаемые аналитики, ну это вам вопрос. Не кажется ли вам, что ММВБ это слепок с пирамиды Мавроди? Например, как вы объясните, что после годичного отсутствия торгов по акциям ряда энергосбытовых компаний, например, Тула Энергосбыт, Пенза Энергосбыт и так далее, они были снова выставлены до торгов всего лишь в течение пяти месяцев, после чего снова были сняты. Вопрос. Почему, если были проблемы с данными компаниями, регулирующие органы допустили их для торгов и будет кто-нибудь, наконец, расстрелян за эти аферы? Боже мой. Не является слепком, не является слепком, если посмотреть, что такое, что из себя представляет биржа. Биржа это открытая площадка, где игроки сходятся, как говорится, друг против друга. И контролируется она биржевыми правилами, финансовым регулятором и биржевые маклеры, следя за тем, чтобы сделки происходили по правилам. Да, в отличие от десятников, сотников Мавроди, до которых вы потом не можете дозвониться, здесь можно... И то это его последняя версия, да, до этого было так и вообще приноси деньги, иди отдыхай. Да, и дозвониться, и достучаться. Есть, конечно, различные сбои и ошибки, за которые в том числе несут ответственности брокеры и биржи. Да, в частности, биржа была оштрафована несколько раз ФСФР брокеры. В случае, если они в рамках договора брокерского несут какую-то ответственность, вину перед клиентом, также возможны компенсации. Это случай имеют место быть. Так, поэтому нет. А что касается примера, да, вот это говорит... Ну, что, извини, пожалуйста. Значит, первая часть структурная, естественно, никакого... Нет, не пирамида. Какой может быть? Биржа, биржа, это, так сказать, площадка. Это нормальный рынок, да, продавец, покупатели, следят, все, что было. Угу, продолжай. Вот тот пример, который абсолютно справедливый. Он знакомы вообще эти, да, Тула, Энергосбыт, Пенза? Мне знакома, в принципе, эта ситуация. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что, как бы, за последнее время сейчас вот биржа укрупнилась, и речь идет о том, чтобы увеличить количество торговых инструментов, да, естественно, в том числе за счет подтягиваний на торги, за счет листинга бумаг, которые раньше не торговались, не торговались на ММВБ. Вот эта ситуация, когда какие-то бумаги на биржу сначала торговля открылась, потом она закрывается, это вот есть определенное несовершенство. Но что я могу посоветовать? Я могу посоветовать, если человек не сталкивался с этими бумагами, да, как бы они не гуляли в ту или иную сторону, там, плюс 20, минус 30 процентов, лучше не соваться. И поэтому так и гуляют, потому что это тур, энергосбыт и пенсионер. К сожалению, к сожалению, после замечательной реформы нашей РАУ-ЕС, часто речь идет о том, чтобы, как бы, обратно начать свертывать, как бы, да, укрупнять компании, к сожалению, достаточно трудно оценить этих эмитентов, да, некоторые из них реально неликвидны, и справедливую стоимость рынку трудно нащупать. Поэтому здесь спекулянты могут наживаться, но это не пирамида. То есть, да, есть спекулятивные моменты, есть организационные просчеты, в том числе, может быть, и со стороны МВБ, кстати, был прецедент штрафа как раз по силовым машинам, когда был делистинг силовых машин, слишком быстро, по-моему, произведен и так далее. Но ни в коем случае пирамида здесь ни при чем. Лена? Ну, конечно, следить за бумагами. Поэтому говорить о том, что это МММ, то есть, ну, просто это не сравнение. Ну, да, это сравнение некорректно, это принципиально, да, и оба моих уважаемых гости в этом сошлись. Что касается вашего примера, уважаемый Юрий, сейчас я к вам обращаюсь, тут тоже, в принципе, все на поверхности, ну, что вы берете бумаги, которые вообще мало кому знакомы, и, естественно, динамику их отследить невозможно. Берите голубые фишки, и все, и будет вам счастье. Кстати, по поводу счастья, вот Рома спрашивает, Рома, какая минимальная сумма для, ну, у нас, видите, тема как-то ушла в эту сторону, я думаю, это замечательно. Какая минимальная сумма для открытия брокерского счета? Ну, я предположу, что у каждого брокера она может быть, да, разный. Ну, вот и до, по крайней мере. Ну, тоже очень по-разному, кто-то дает, там, от 10 тысяч рублей, там, кто-то 100 тысяч рублей, кто-то дает, ну, 0 минимальный порог, то есть надо просто выбирать брокера, с кем вам удобнее работать. Я бы еще добавил, как бы, вторую сторону этого вопроса, да, то есть счет вам дадут открыть, но вы, как бы, сами для себя посчитаете, да, даже если вы сработали суперхорошо и заработали, например, 20, 30 или 40 процентов, да, то заработок ляжет на сумму, ту, которую вы положили, да, и 30... 10 тысяч рублей, да, это 22 тысячи рублей. Да, даже если вы их удвоите, эту сумму, да, то, может, вы сколько угодно можете потом в блоге об этом писать, но надо понимать, что... И в блоге надо обязательно, в блоге обязательно, причем надо в процентах писать. Да, ну, только не забывать написать, что это было 10 тысяч рублей. Плюс то, что у нас большинство бумаг, они торгуются все-таки в лотах, минимальный лот это тысяча рублей, да, то есть, ну, просто представить себе, да, сколько бумаг можно купить на 10 тысяч рублей. Есть дорогие бумаги, да, типа новинского никеля. Есть дорогие бумаги, потому что они очень интересны. Ну, если позволю, да, это очевидно, это очевидно, соответственно, вот это ответ на ваш вопрос, да, какая минимальная сумма, зависит от брокера, ну, а то, о чем сейчас... С какой суммой имеет смысл заходить? Да, 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 мои коллеги начали говорить, имеется в виду именно то, чтобы вы ощущали уже абсолютную, да, значимость ваших заработков, не относительно в процентах, хотя она тоже велика, значимость ее, да, вот этой процентной доходности так называемой. Я думаю, что это все-таки несколько тысяч долларов, то есть ближе к 100 тысячам рублей, может быть, чуть больше, тогда уже как-то пощупать можно свой выигрыш. Если позволите, согласитесь, нет, смотрите, я бы таким образом дифференцировал, что ли, да, если вы начинающий, если только знакомитесь, вам, конечно, не нужно стремиться к большому депозиту, и, наверное, в вашем случае, как начинающий, на первом месте встанет эта доходность в относительных, то есть в процентах, да, тысяча рублей, 20%, ну, хорошо, это смешно, 10 тысяч, 20%, но главное, чтобы вы показывали за какой-то период времени стабильную доходность, а потом логично будет уже увеличить депозит и эту же доходность. Не согласилась бы сейчас, давай посмотрим. Не согласилась бы, потому что, на мой взгляд, вот как раз лучше начинать вот то, что, как раз тоже с коллегой соглашусь, лучше начать сразу, взять какую-то сумму, которую, там, не надо пускать на квартиру, там, машину и так далее, вот, которую можно отложить от бюджета, да, там, в районе за 100 тысяч рублей. Кстати, это тоже правило, которое надо железно стараться. Да, и попытаться сразу на ней поработать, то есть поработать сразу с разными инструментами, там, с голубыми фишками, включая дорогие бумаги, журналистский никель, поработать, может быть, там, с приближенным, там, к первому, вторым эшелоном, там, хорошая энергетика, да, там, к качественной металлургии. То есть попробовать разные инструменты, попробовать, как это работает, потому что очень многие, как раз на 10 тысячах, они не боятся, они зарабатывают, у них хорошую доходность, они потом кладут 500 тысяч и благополучно проигрывают, потому что с другой суммой они уже не имеют... Ну, то есть психологически здесь, да, какой-то фактор имеет? Да, и у них начинается уже страх, что это... Скачок очень большой у них сразу, то есть... Проще сразу начинать с той суммы, которую, вот, отдельно от бюджета, которую, может быть, там... Которую не жалко, да? Ну, фактически не жалко, да, не жалко. Можно составить график инвестирования, так сказать, капитализацию на его счет, да, да, то есть потихонечку, да, заходить на расчет. Ну, не делать вот этих резких переходов, там, с 10 до 100, там, до миллиона. Смотрите, вот, мне кажется, в тему следующий вопрос. Дмитрий не из Москвы, так он назвался. Сейчас очень популярен рынок Форекс, говорит он. Но многие говорят, что заработать там сложнее, чем на фонной площадке. А в чем сложность? Во-первых, там в основном торговля все-таки плечевая, да, и начинающим инвестору будет очень трудно, потому что резко увеличиваются риски. Во-вторых, темпы движения, то есть там нужно, ну, как, на скорость пальцев, скорость внимания и очень иные знания, иное представление там о знаниях и о теханализе, и о получении информации, потому что в данном случае информация, полученная спустя 15 минут, может быть, очень сильно устаревшая, и человек уже успеет его успеть. А на фондовых рынках она будет жить еще? Здесь она, во-первых, будет жить, во-вторых, здесь есть все-таки фундаментальный анализ, вот такой долгосрочный, плюс здесь есть возможность работы бесплечевая, когда вот посчитал бумагу, понял ее потенциал, там, на год, допустим, на год, на два, да, положил, ушел. Лена, а можно сказать, что фондовый рынок больше инвестиционная идея, а Форекс это спекулятивная? В общем-то, да, то есть если вы не банк, если вы не инвесткомпания, и если вы хотите валюту, идите в банк, купите валюту. И что с ней сделать? Ну, то есть если хочется поинвестировать валюту, поинвестировать валюту, да. Просто многие, Леша, вот как раз мы говорили до передачи, да, по поводу того, что в конечном итоге все сводится, в чем храните, да, и все, что купить, доллары, рубли, евро. Многие вот на событиях майских или сентября 2016 года, да, когда вот резкая волатильность там на рублевом рынке, что ведь делают? Они же сразу становятся профессиональными спекулянтами. Но учитывая, что у них нет технологии, а именно, да, торговый терминал, брокерская компания и прочие вещи, они бегут куда? В обменку, покупают по максимуму, потом продают по минимуму. Вот она суперспекуляция. Что ты можешь сказать по поводу Форекса? В чем там сложность? Ну, самый себе рынок, он другой, да, то есть суть фондового рынка в том, чтобы больше частных инвесторов, частных игроков имело доступ к этому рынку. Надо понимать, что на Форексе, на Форексе, в принципе, главенствующей роли играют крупные игроки. Да, и почему вот именно механизм плеча? Вам для того, чтобы как частному инвестору получить доступ, доступ, собственно, и необходим этот механизм плеча. Да, то есть вы заходите с небольшим... Со 100 долларами просто ты не поешь, да? Нет, ну вы можете зайти со 100 долларами, но просто небольшое, маленькое движение, они убивают ваши 100 долларов. Не знаю, мне кажется, что даже вот рынок Форекс, по-хорошему, это уже для более продвинутых игроков. То есть начинать лучше все-таки с рынка акций, с потового рынка, так называемого. Потом кто-то, может быть, будет тяготеть к деривативам, да, к фьючерсным инструментам на акции. Кто-то, может быть, уйдет на Форекс, кто-то пытается играть и на Форекс. Кстати, извините, вот я про плечо заговорила, но если из наших слушателей кто-то не знаком с этим термином, да, два слова я скажу, что такое плечо, да, это... Возможность торговать с заемными средствами и, собственно, небольшой капитал иметь возможность занять. Так вот, если по возрастающей, да, то есть с этой точки зрения фондовый рынок самый, ну да, простой, может быть, да, самый спокойный. Потом идут рынок срочных операций, где есть уже гарантийное обеспечение, так называемое, да, там, плечо 20, там, какой-нибудь 25-50. И кульминация всей этой истории, это Форекс, потому что там 1-100, это классический вариант. На мой взгляд, да. Хотя я бы, конечно, еще для наиболее продвинутых игроков есть все-таки из деривативов, есть дериватив более высокого порядка. То есть? Ну, то есть вот опционы и какие-то более сложные конструкции, да. Ну, именно конструкции, да, потому что... Да, то есть это вот для продвинутых игроков здесь уже подключается и математика, и люди уже просто исследуют. Спасибо, спасибо. Давайте небольшую паузу, потом поговорим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы разговариваем сегодня о ситуациях на финансовых площадках. Кстати, сейчас вот в паузе мы об этом сказали с моими гостями. Мягко как-то, да, сегодня мы вектор свой, ну, даже не поменяли, да, а направили в сторону уже практического, что ли, осуществления мечт, практического осуществления тех идей, которые могут привести вас, собственно, и на фондовые рынки, и на другие. Финансовые площадки. Это вопросы наших уважаемых слушателей, и расстались мы на новости, разговаривая, да, сравнивая, да, некую потенциальную доходность, ну, или потенциальные возможности в фондовых рынках, рынков производных инструментов. Риски, риски. Риски, да. Да, да, да. Сначально все. Ну, мы говорим о размере плеча, ведь что такое плечо? Это возможность больше заработать, ведь так воспринимается. Это уже потом, когда ты приходишь, ну, давай так, ну, профессиональную стезю встаешь, да, то ты уже понимаешь, что, а, это не только, и даже не столько возможность больше заработать, а сколько возможности больше потерять, потому что оценка новой позиции, вот, новая инвестиция, она, конечно, начинается с рисков. Ну, так вот, сошлись мы на том, да, что если выстроить, так сказать, пирамиду некую вот эту по возможностям, да, то самый спокойный, ну, и с наименьшими возможностями, хотя и с наименьшими рисками, это рынок фондовый, при условии, что мы там тоже ведь есть, да, возможность маржинальной торговли, мы торгуем на свои. Там есть маржинальная торговля, да, то есть там есть, я насколько знаю, что там один к двум, один к трём получить можно, то есть, ну, это тоже уже для более продвинутых. Конечно, а так, человек приходит, да, вот у него наливает депозит, и он торгует на свои деньги, да, без всяких рисков, и даже, вот, Лена, я не очень люблю эту фразу, но даже без стопов, она сказала, можно торговать без стопов. Нет, ну, если долгосрочный инвеститор, он платит, то... Ну, в принципе, это нормально, да, это нормально. Потом дальше у нас рынок производных, да, это срочный рынок, вот, Форд в данном случае в России есть замечательная такая площадка, да, фьючерс-опционы российской торговой системы, там уже есть... Там можно на фондовые активы, а можно попытаться и на товары, комодики тоже. Да, на всё, что угодно. Ну, суть в том, что, да, там некий актив под названием фьючерс торговля ожиданиями, да, то есть временная... Это анекдот по этому поводу, помнишь, да, там снег падает, да, продавайте, снег падает, продавайте. Ну, много анекдотов, у нас такая узкокорпоративная вообще тема, да, это трейдинг. Итак, и с этой точки зрения кульминацией является рынок Форекс, потому что там гарантийное обеспечение, да, к размеру позиции постоянно 1 к 100, ну, и, соответственно, вот в 100 раз возрастает потенциальная доходность, хотя и в 100 раз увеличиваются риски, это нужно помнить. Поэтому, как правило, на рынок Форекс приходят уже люди, имеющиеся за плечами, да? Ну, желательно, чтобы это было так. Не один слитый депозит, я бы так сказал. Желательно, чтобы это было так, а на практике, конечно, по-разному бывает. На практике, да, на практике бывает по-разному. Хорошо. Дальше. О, кстати, ну, это, наверное, мы комментировать не будем, хотя вот Вячеслав такую фразу прислал. Люди, зачем болтать, когда ничего не знаете о Форекс? Ну, это, видимо, наболело, наболело. Нет, мы не будем спорить с Вячеславом, в конце концов, действительно, может быть, он знает гораздо больше, чем мы. Так, Денис из Москвы. Наш парень, кстати, Денис, это наш постоянный слушатель. Я не забываю об этом с радостью объявлять. Добрый вечер, послушал ваши новости. Ну, вот, Германии снова доплатили за покупку ее облигаций. Вот почему нельзя просто в банк деньги положить под проценты или купить акции с хорошей дивидендной докладностью? Ну, не совсем я понял, сейчас говоря, вопроса. Ну, давай сосредоточить, Лен, Германии снова доплатили за покупку и облигации. О чем идет речь? Это идет речь о сегодняшнем размещении облигаций Германии. По-моему, только там не облигации были, а векселя, вот если мне память не изменяет. И что там, снова отрицательная доходность? Да, первый раз Германия разместилась с отрицательной доходностью что-то там 0,07. И, в общем, ну, такой прецедент. До этого кто-то из скандинавских стран размещался, первый раз Германия. До этого доходность была все-таки положительная, но тоже близкая к нулю. И здесь вот если говорить о вопросе слушателя, то тоже надо немножко разграничивать, да. То есть облигации Германии очень редко покупает физическое лицо. То есть нельзя просто прийти положить в банк, да, или купить каких-то акций. То есть физлицо, оно может это сделать. Облигации Германии покупают не физические лица, это в основном институциональные инвесторы, это крупные фонды, для которых даже риски банковской системы сейчас в Европе, они слишком велики, да, им проще вот доплатить Германию. То есть это вот ответ, да, почему нельзя просто в банк деньги положить. Ну, то есть речь идет о том, что не просто большая, огромная сумма, да, должна быть сохранена. То есть иногда поэтому приходится идти вот на такие шаги. Может быть, нерациональные. Государственный долг в основном покупают действительно институциональные инвесторы. Институциональные инвесторы, да, причем те, кто могут вкладывать, они это место для того, чтобы, скажем, перепарковать деньги на какое-то время, может быть, на год, на два, да, потом они уйдут в валюты, в какие-то фонды другие, но вот именно период риска они хотят уйти от него. И причем надо сказать, да, что у них нет возможности, да, оперативно, что ли, да, туда-сюда дергаться. Но это именно фонды, которые покупают и продают годами, да, и держат годами. Очень часто мы видим, да, вроде бы тенденции формируются, да, движения, а продолжения не имеют, да, и в этом случае говорим почему. Потому что большие сидят еще пока, а вот когда они начинают пересматривать, да, вот тогда уже пошло настоящее движение. Это так, это так. Хорошо, значит, я вернусь к вопросу многоступенчатому, потому что там еще есть, еще есть, так, где он у меня, я прошу прощения, вот Олег, 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 Олег Москва. Ну, может быть, как раз это и логично, потому что у нас уже четвертая часть программы, и будем подводить некие итоги, наверное, уже в ближайшее время. Вопрос такой, ваше видение российского рынка наперед 2-3 месяца. Ну, давайте я подкорректирую, ну, до конца лета давайте, да, там, традиционно, мы говорим, сентябрь, это новый, да, какой-то там год, начинается активный год, и может что-то меняет, да, и до конца лета. Хотя, может быть, и до конца года непосредственно календарного, если вы найдете эти прогнозы, да. Оставаться в облигациях, спрашивает он, или можно аккуратно переводить деньги? То есть я так понимаю, что сейчас он как раз в облигациях сидит, да, сидит, собственно, пережидая, да, тяжелые времена. Оставаться в облигациях, или можно аккуратно переводить деньги в фонд акций? Ну, здесь я тоже уже говорила, что я сейчас буду смотреть, как себя ММБ поведет на уровне 1390-1410. Если начнем пробивать этот уровень, то дальше все может быть очень интересно, потому что предыдущий минимум, там, 1240, около того, скорее всего, в этот раз он не окажется очень серьезной поддержкой, потому что деньги выводились все лето с рынка, рынок фактически пустой, и проходить мы эту зону будем очень быстро. И если мы смотрим по технике, то картина вылисовывается очень неприятно. Но это происходит в том случае, если в мире какие-то будут серьезные перемены. Ну да, катаклизмы, да. И нет. А насколько неприятно, или, ну, хотя бы в цифрах, там, в котировках? Глобально мы смотрим, там, допустим, не дневные графики, а недельные, то следующий вот 1240, и потом прекрасный уровень, например, 1100. Да, это прекрасно. Да, очень красивый. Он в восьмом году был, по-моему, у нас, да? В восьмом году был и не только это, да. Много ниже, да, но 1100, я помню, хороший. Да, то есть, если это мы посмотрим, такой длинный график. Но мне пока не кажется, что такой сценарий будет. Я пока больше за такой, за консервативный, спокойный сценарий, что мы все-таки будем вот где-то в этом диапазоне. Почему я так думаю, это то, что цены на нефть, так или иначе, они вот консолидировались, все-таки там 96, примерно 103, вот такой диапазон для них. Пока они его... Ну, если позволишь круглые цифры, 90-100, вот они, в принципе, в этом диапазоне ходят. Ну, хорошо, плюс-минус, да, но вот технический диапазон вполне нормальный их устраивает. По штатам еще есть потенциал падения, но он тоже относительно небольшой, и вряд ли они сейчас будут падать. Тут тоже могут покачать штаты под ФРС в конце месяца, но здесь все очень сложно. Кстати, насчет ФРС в конце месяца, там какое-то знаменательное у нас будет, да? У него выступление в парламенте, по-моему, нет? Каждое выступление знаменательное, когда каждый раз ждут, не могут дождаться. Извини, пожалуйста, но мне почему-то казалось, что именно вот в августе месяце... Там, я думаю, знаменательно будет, что опять КУЕ-3 или не КУЕ-3. О, ну это понятно. Основная знаменательность будет. Я просто не думаю, что сейчас штаты будут, американские рынки будут сильно падать, просто у нас чем ближе к осени, тем ближе у нас выборы. Я думаю, что если будут понимать, что... Ну, у них выборы, в смысле. Ну, это и у нас выборы, на самом деле. Это и для нашего рынка выборы. Чем сильнее будет качать, тем больше вероятность, что ФРС выйдет все-таки на защиту. Поэтому я пока очень спокойно настроена. Ну, то есть в среднесрочном, да, будем переспекти до конца лета все спокойно? Я все-таки буду смотреть август. Вот пока этот диапазон не пройден, я не буду, не хочу никаких давать выводов. То есть мне пока нравится больше оптимистичный сценарий, но я не исключаю какого-то очень серьезного падения в августе. Леша. Ну, дело в том, что все вот усилия монетарных властей, американских, европейских, они направлены как раз на то, чтобы сейчас вот пока все проблемы залить деньгами. Да, как правило, ну, как минимум на полгода этого хватает. Да, вот предыдущий залив деньгами тоже это показывает. Вот, и действительно, в качестве базовой гипотезы пока что мы даже вольны или невольны, кто-то, так сказать, далеко, кто-то в голове, кто-то там за пазухой держит, так сказать, предвыборные ралли в Штатах. И если оно состоится, что, в общем-то, возможно, они могут это сделать различными способами. Мы уже неоднократно наблюдали, как американские игроки послушно идут, так сказать, как крыса за дудочкой Нильса. Кто будет выступать в роли Нильса и кто вроде в роли дудочки, мы узнаем очень скоро. Вот, и вопрос в том, насколько мы, насколько нас это потянет наверх, да, потому что что будет в этот момент с Китаем, как бы, да, что будет с Европой. Американцы бы очень хотели, конечно, все внимание оттянуть на себя, и они всячески стараются показать, что, смотрите, наши активы самые хорошие. В этом плане, может быть, мы не сможем коррелировать с ними очень сильно и также подрасти, да, если даже Доу Джонс, там, например, будет где-нибудь в районе 14 тысяч, там, да, или 13 800, то совершенно не факт, что индекс МВБ в это время будет, скажем, 1600. Но потенциал, если смотреть вот от минимума, который последний был показан, 1241, да, при самом оптимистичном сценарии я бы здесь не стал загадывать вот именно, как бы, сезонный фактор, да, я бы по уровням стал смотреть. Вот выше, чем, например, 1550 или 1580 по МВБ, пока даже и не планируем, пока это бессмысленно, как бы, да, там уже есть развитие этого сценария, как бы, но не будем загадывать. Да, вот есть у нас такой вот оптимистичный апсайд, там, в районе 200-250 пунктов от текущего уровня вверх, вот, и будем на него ориентироваться, если действительно зарядит какой-то хороший тренд и в Штатах, что, в принципе, там сейчас может быть и зарождение тренда хотя бы там на полтора, на два, на три месяца, вот, и мы будем следовать, как бы, да. С точки зрения котировок нефти могут нас поддержать. Я, например, вижу, что все равно спекулянты всячески пытаются играть наверх, да, и вот, на примере Брента тоже вышли из понижательного канала, выскочили вверх. Большая напряженность в отношениях на Ближнем Востоке, она не будет способствовать, и нефти больше не становится. Сколько мы не говорили о том, что там потребление снижается и так далее, и так далее. Вот, дай бог нам всем дожить до 2016 года, по данным, так сказать, аналитиков, уважаемых, после 2016 года, вот, аутпут, да, то есть, вот, дневная добыча, объективно не смогут поддерживать нефтедобывающие страны такой аутпут, как он есть сегодня. Поэтому нам не резвиться недолго осталось. Я не вижу особых причин для того, чтобы нефть дешевела. Это нас тоже поддержит. Вот, с точки зрения какого-то апокалипсиса, да, к тому же, вот, вхождение там на 1100, на 1100 или на 1000 по индексу МВБ, да, если вот, как коллега моя заметила, справедливо, был вывод денег, да, и порезаны маржинальные позиции. Значит, за счет чего должно быть хождение? Значит, люди должны шортить, должны шортить, должно быть давление, медвежье давление, то есть, занять бумагу и зашортить. Для этого какие-то очень веские должны быть аргументы, потому что это повышенный риск. Не просто вы сдаёте там по стопу то, что у вас есть, вам нужно зашортить, зашортить для того, чтобы неплохо заработать. А для этого уже нужно дополнительные какие-то веские аргументы, это более серьёзная игра, более рискованная. То есть, если нет больших маржинальных позиций, если вышли основные игроки зарубежные, да, за счет кого будет вот это вот падение, слов этот, мы этот слов уже наблюдали, наблюдали. Я понял. Ну что ж, в целом, я так понимаю, что... Умеренно оптимистичный прогноз. Да, оптимистичный. Точнее говоря, оптимистичный. Я напоминаю, это была Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра, Алексей Труняев, начальник отдела брокерных операций, Life Capital, ProBusinessBank. Это программа «Сухой остаток». Я Олег Дмитриев. Успехов на рынке. Счастливо. Продолжение следует.